Мы все постоянно слышим, как говорят об уровне безработицы, и очевидно, что это очень важный экономический индикатор. Но в этом сюжете я хочу больше углубиться в данный вопрос и проанализировать, как это вычисляется. Вот здесь я нарисую большую диаграмму. Предположим, что это большой круг, который означает все население США. Подпишу. Население США. Я заглянул в Google. Население сейчас составляет 304 миллиона человек. А теперь здесь подмножество — это все, что включает моего 10-месячного сына. Очевидно, что если мы говорим о безработице, он, по крайней мере, пока не должен относиться к делу. Так что есть подмножество людей, которых Бюро трудовой статистики рассматривает, скажем так, достаточно взрослыми, чтобы учитывать их. Это 16-летние и старше. 16-летние и старше. Надо сказать, что я искал данные за ноябрь. Тогда в США было 237 миллионов таких людей. Но теперь здесь будет другое подмножество, потому что не все 16-летние и старше обязательно пригодны к работе или хотят работать. Они могут быть в школе, в армии или на пенсии. Бюро ищет людей достаточно взрослых для работы и называет их рабочей силой. Обозначу рабочую силу розовым. Никогда не использую этот цвет, обозначу лучше зеленым. Так вот, зеленый цвет — это рабочая сила. Вот этот круг. Рабочая сила. В ноябре, если числа, которые я нашел, верны, их было 154 миллиона человек. Затем есть некое подмножество рабочей силы, которое Бюро трудовой статистики считает безработными. Я обозначу их оранжевым цветом. Последние числа — это около 15 миллионов. Безработные. Подписали. Так вот, уровень этот считаю довольно просто, но мы увидим, что есть много нюансов, больше, чем может предлагать формула на первый взгляд. Уровень безработицы равен числу безработных. Итак, давайте запишем. Уровень безработицы равен числу безработных. Возьму оранжевый цвет. Число безработных поделить на рабочую силу. Делим число безработных на рабочую силу. А рабочая сила состоит из безработных плюс, как вы можете догадаться, работающих. Итак, рабочая сила — это безработные плюс работающие. В этом примере, чтобы подсчитать уровень безработицы, было 15 миллионов безработных. Так что поместим 15 миллионов сюда, в числитель, а затем знаменатель равен всей этой рабочей силе. Так что у нас есть 15 миллионов безработных, и еще разница 154 минус 15. Чему это равно? Это 139 тех, кто работает по найму. Хорошо. Вот это число равно 139. А вот это число равно 15. Складывая их, вы получите рабочую силу. То есть 154 миллиона человек. Теперь задача кажется достаточно ясной. Думаю, если вы это подсчитаете, у вас получится что-то близкое к 10%. Но я хочу обратить внимание на определения безработных и рабочей силы, потому что они немного отличаются, по крайней мере, с моей точки зрения, чем то, как используются эти термины. Согласно Бюро трудовой статистики, безработные — это кто-то, кто по сути не имеет работы, но хочет ее иметь. Бюро оценивает, хотите ли вы иметь работу, потому искали ли вы ее за последние 4 недели. Итак, поиски работы за последние 4 недели. Если бы я пытался найти работу, рассылая свое резюме, а затем просто устал от собеседований и взял 5 недель отдыха, я не буду учтен как безработный. Это важная вещь, которую нужно осмыслить. Если бы экономическая ситуация была плоха, скажем, на первой неделе я в числе безработных, у меня нет работы, но я ее ищу. То есть я сижу вот здесь, и я часть рабочей силы. Я не работающий, а безработный, ищущий работу. Но предположим, что спустя несколько недель поиска я устал. Вы знаете, я просто возьму несколько месяцев перерыва. Даже не буду искать работу, мне так грустно. Пока дела не пойдут лучше. И что происходит? Я присоединяюсь к множеству людей вне рабочей силы. Так что вместо того, чтобы относиться к рабочей силе, или вот к этой группе работающих, если я беру более 4 недель, если я, по сути, беру 4,5 недели и не ищу работу, я иду в новую группу, называемую работниками, слабо связанными с рынком труда. И это часть людей, не относящихся к рабочей силе. Внезапно я уже не в рабочей силе. То есть вы как бы убираете меня из числителя и также из знаменателя. А это может улучшить показатель безработицы. Улучшить показатель безработицы. Я хочу, чтобы вы ясно поняли это, потому что это совсем не очевидно. Если экономическая ситуация так плоха из-за того, что я выбыл из рабочей силы, уровень безработицы может реально улучшиться. Я проделаю это с очень простыми числами, чтобы стало понятнее. Представим мир, где всё потенциально работоспособное взрослое население состоит из трёх человек. Итак, у нас есть три взрослых человека. Вот они здесь. Люди достаточно взрослые, чтобы работать. И предположим, что подмножество этого взрослого населения, которое мы сейчас считаем частью рабочей силы, скажем, составляет 2 человека. Понятно, что это предельные числа, но, думаю, они покажут, как может сработать математика. Теперь предположим, что из этих двух человек из рабочей силы один безработный. Что у нас выходит? Итак, один безработный. Очевидно, что если рабочую силу составляют 2 человека и один безработный, то другой человек работает. А теперь здесь есть ещё один человек, который, возможно, школьник или домохозяйка, может, пенсионер, мы точно не знаем, кто он такой. Скажем, что я вот этот безработный. Вот здесь. Пусть я продолжаю искать работу, но в некоторый момент мне так часто отказывают, и новости, которые я слышу, так пугают, что я решусь сделать паузу, отдохнуть. Может, у меня просто началась депрессия, и я бросаю поиски работы. Я отчаялся. Что случается, согласно Бюро трудовой статистики? То, что я уже не часть вот этой ранее, это пока я пытаюсь, но теперь, если я сдаюсь, и если я так отчаюсь, что перестану искать работу в течение более чем 4 недель, то мы можем по-другому перерисовать эту диаграмму нашей маленькой страны из трёх человек. В ней всё ещё будет 3 человека. Но теперь вместо того, чтобы быть безработным, так как я сдался, я не принадлежу к рабочей силе, потому что не ищу более работу. Теперь вся рабочая сила будет состоять из этого одного парня с работой. Один человек. И теперь не будет безработицы, потому что в рабочей силе нет никого, у кого бы не было работы. Я перешёл вот в эту группу. Теперь я буду здесь. Это я. Получилось хмурое лицо. Это я. Что же здесь произошло? У меня был уровень безработицы 50%. Один поделить на два. Один поделить на всю рабочую силу. То есть уровень безработицы 50%, что, очевидно, тоже предельное число. Но в нашей ситуации, так как я выпал из рабочей силы, потому что был в отчаянии теперь, я не считаюсь. Так что здесь будет уровень безработицы 0%. Если вы просто поверхностно взгляните на числа, а есть другие сценарии, которые можно придумать, когда числитель или знаменатель меняются, потому что люди воодушевляются или отчаиваются, решают стать домохозяйками или вернуться в школу или прийти из армии. Все, что угодно. Я просто хочу показать вам, что происходит. Нечто интуитивно непонятное. Из-за того, что экономическая ситуация была плоха, я выпал из рабочей силы. А так как я выпал из нее, уровень безработицы поверхностно выглядит позитивным. Он вместо 50% в нашем примере стал нулем процентов. Очевидно, что в реальном мире вы не увидите такого предельного поведения, поскольку у вас более трех человек, у вас 304 миллиона людей. Но моя цель была показать вам нюансы того, как это вычисляется. Не думаю, что кто-то попытается кого-то обмануть, но бюро должно определить порог того, что значит принадлежать к рабочей силе. Это вот эта идея поиска работы за последние 4 недели. Ваш шурин, который живет в вашем подвале, вы можете рассматривать его как безработного, но бюро трудовой статистики считает его, если он не искал работу за последние 4 недели, отчаявшимся или, возможно, слабо связанным с рынком труда. Продолжение следует... Продолжение следует...